всем привет давно просили у нас бешбармак его снежана один раз снимала без меня я его еще не пробовал у меня по этому рецепту готовилась та бабуля очень люблю бешбармак но мы никогда бульончику так не наливали а я знаю что наливают бульон и забивают бешбармак бульончиком сейчас мы это все попробуем так что у нас здесь тесто картошка пассерованный лук много лука это слова я не понимаю снежана жареный пассерованный лук и очень-очень вкусная говядина шея я обожаю с говядиной она варилась часа три например разваливается люблю в соль еще вот так мясо такое макать это очень вкусно очень вкусным приятного аппетита приятного аппетита попробуем бульончик успокоишь тут все горячий горячий добавили бульон на варь ты мясо я варила на медленном огне и не промывала бульон хотела чтобы вот жирненький остался мясо было на кости такое шейный отдел так пробуем знаю кто-то есть руками до есть но горячий мясо картошку можно руками в принципе брать часто очень часто нас это просили это получается блюдо до тюркских народов или как где-то бешбармак но если по-татарски как смотреть бишь 5 типа нас бишь бармак тогда или бишь бармак не знаю как правильно будет какое мясо обалденное мне лук нравится поехали сегодня купили горадину вообще редко мясо кстати с тобой такое покупаем надо начинать разнообразить блюдами видео и чаще готовить какое-нибудь мясное домашнее вот плов можно еще приготовить на сейчас тоже плов просят хоть руками бери я люблю плов больше на природе когда готовится не дома дома это получается рис с мясом да не получается дом приготовить такого хорошего при вкусный плов а если на природе где-нибудь плов готовить как тебе вкусно не лук нравится он такой соленый сладкий какой-то получился такой прям этот не знаю как описать вкусный лук я тесто очень люблю знаю многие не добавляют картошку но мы с картошкой очень нравится без картошки она пустовато будет да или надо вот много вот этой лапши тогда добавлять вместо картошки сами все вот эти листы получается макаронов прикольно сделаны квадратиками кстати написали про хинкал похоже на фотки был там просто тесто было розочками мясо отдельной картошкой также лук как он назывался-то а что как-то не вспомню сейчас какой-то хинкал и очень на бешбармагу похож бульончик обалденный можно просто бульончик попить я почему-то изначально думаю что это как суп будет то есть все вот так в этом бульоне вместе с супом нет но вот раньше бабуля когда готовила вот так все на тарелку выкладывалась а бульоном и мы никогда бульон так не пили мне с бульоном очень нравится вообще по моему меня в семье не готовили так там комментарии хочешь прочитать так тенда сатори написала про прошлый ролик где мы обсуждали актеров вензизель вот это всех что у нас россии нет накачанных актеров она комментарий написала вы кажется на геева забыли виндизель на минималках я так долго смеялась когда прочитала я реально про него забыла чем-то да он похож кстати чем-то похож да саватый такой достаточно крепкий юлия михалкина большой тебе привет ты просила передать привет и сразу опроси зачитай мы будем дальше кушать кристина габрик пишет привет очень классный мукбанк вопрос как считаете бывает дружба между мужчиной женщиной надеюсь попаду видео привет тебе крестин мы как-то уже разговаривали на эту тему не знаете как я сейчас думаю что мне сложно судить потому что у меня нет мужчин друзей я честно я плохо верю это ну тут я такая ревнивая я бы кости девушек друзья не поняла но раньше когда мы общались компаниями получается были большие компании парней девушек то есть это в юности до таком подростковом возрасте то есть гостин какая-то симпатия возникает были получается и друзья девушки ну я бы не сказал что такие близкие друзья которым общаюсь просто общаюсь компаниями нерв ближе так это даже не друзья вот мое мнение скорее нет чем да да есть такие как бы в любом случае наверное люди у которой хорошо общаются друг с другом например да я имею ввиду парень девушка как друзья немного когда это все обоюдно то есть именно дружба такая обоюдная я был кости не поняла таких друзей девушка сейчас так вкусно так вкусно я не могу так же если бы снежана были друзья парня я бы наверное ревновал все таки я тоже наверное ревновала не смогут просто так так получается то что она там если с моими друзьями будет общаться тут тут я уже не буду ревновать я понимаешь например компании например вы пара они пара например и вы общаетесь это я понимаю одессы например мы например парень с девушкой например у кости подруга девушка свободная то тут конечно же стоит задуматься может у этой есть какие-то чувства есть как классно что мы решили сегодня приготовить давно мы собирались если честно давно не долго готовить там мясо мясо только долго готовить то есть именно готовить недолго пьем мы кстати чай забыли сказать я бульончиком запиваю пить я вообще не трогаю пишите кстати интересно будет почитать если у вас друзья девушка липая что вы считаете по этому поводу хотели бы вы чего-то большего чем дружба например вот это у человека я так люблю блюдо где есть мясо тесто картошка все люблю и манты и пельмешки тут мясо еще натуральное то есть цельное не фарш мясо очень вкусное получилось ну потому что еще долго варили я люблю когда мясо томится долго часа три точно варилась почему например это не сделать как суп просто залить бульоном не знаю можно и как бульоном наверное это уже будет не хинкал ой не хинкал что это мой не бешбар мак совсем разговариваюсь так гам все на все пишут какие десерты больше всего любите так из десертиков какие мы любим чизкейки мы любим вкусные классические да я люблю также я думаю снежану мы часто заказывали это ореховый как он ореховый брауни мы заказывали и морковно-ореховый еще тоже очень вкусный но опять же раз на раз то есть смотря где вы закажете то есть мы знаем например заведение где их подают очень вкусные хорошие также тизкейк вы не везде купите например вкусный для много где пробовала и не нравилось медовый классический очень люблю мне кажется это вкус детства я в чё думал если зеленью посыпать луком зеленым да был бы еще красивее наверное нам когда нагревается тоже не такой вкусный становится дальше будникова пишет ребят привет даже большой тебе привет у нас уже более более тридцати трех тысяч это круто вы большие молодец косе говорил что будет скоро сорок четыре тысячи сорок четыре ой тридцать четыре то хочу тридцать пять сорок четыре замахнулась дай я десяточку прибавила да будет ли у вас видео с выпиской за рудом на канале для нас думали ли об этом думали сразу скажу но модуль думали об этом как бы для этого нужно нанимать уже оператор именно чтобы мы были вместе и кто-то нас снимал возможно это и будет стать надо подумать над этим хорошо потому что на память даже для себя для вас это было бы круто было бы прикольно я не могу так вкусно я вроде наделась и все хочется достаточно сытный тоже блюдо получилась картошка картошки здесь не было только макарошки то есть вот листы лук и мясо мне кажется легче было есть вот раз мне написали мне листы склеивались вот эти что полей бульончиком а потом уже остальное выкладывай я так и сделала вот раз ну да их уже можно друг от дружки кипеть но они склеиваются потому что друг друга плотно просто лежат сверху на них все это давит тендо сатори пишет кости снежана многих мукбангеров вижу рекламу магазина василек как думаете привлекать аудиторию через подобный формат видео выгодно и вообще обожаю просто сайт василек любимый там честно все мне очень нравится и постельное белье и подушки и полотенца у нас все полотенца оттуда качество полотенца просто обалденное вас не будет такого что вы выйдете из душа у меня был один раз замотаете голову полотенцем у вас ничего не впитается то есть именно для дома продукция там очень хорошая и цены очень адекватные и дешевые я думаю через данный формат в принципе это нормально потому что у нас такой более семейный канал то есть мы с вами делимся например нашими покупками еще там чем-то все только перебирала полотенца сколько у нас полотенцев много я думаю полотенцев много не бывает у нас на кухне для кухни наверное полотенцев 20 если не больше мы испачкаем стирку их и новые достаем на немного испортится выкидываем на кухню потому что они быстро портится достаточно я все время думаю когда ем какое-то вкусное блюдо это же какой-то человек попробовал сделал придумал это всего совместить сколько он до этого интереса попыток сделал например что-то еще добавить что-то убавить даже тот самый же шоколад тортики мне кажется вообще очень сложно что-то придумать это наверное такое более народное блюдо потому что он достаточно простой то есть например раньше всеми их уж мясо например кто там держал до своих животных у них было картошка там было например ну и мука уж была там сами скорее всего делали вот эти листы такое блюдо достаточно простой народный то есть нет такого как видео там в инстаграме что ли меня всплывало там типа приготовим из чего там что у нас лежит в холодильнике там красная рыба там креветки креветки там и такой в конце лимон это говорит блин только вот лимона нету остальные тип все есть в гостины на этом гостина еще что-то лимона нет то есть это же блюдо можно приготовить вернее могут приготовить нам все без проблем найти все эти ингредиенты на морепродукты не очень сильно люблю остался тут один листочек асель асель пишет привет давно вас смотрю очень нравится ваш канал расскажите как вы познакомились прям такого в жизни знакомства не было что прям подойти там приедают познакомиться мы познакомились вконтакте но видели друг друга в колледже в колледже когда учились я костю заметила уже на первом сентябре он сидел прямо передо мной я заднего у тебя еще туда рубашка была с принтом с цветочками таким то ли цветочки то ли олени нет олени потом были ну вот какой то принт был принтовая рубашка была я помню смотрела на тебя снежана уже запала я не замечал еще только как то позже я увидел написал сначала ну был молодой стеснялся конечно же например подойти и сразу познакомиться даже первое время когда общались например там поздороваться стеснялся в коридоре да поздороваться там идешь друг друга встретишь там привет привет даже уже какое-то волнение было в душе и к нам кстати поступали вопросы как сохранить волнение и трепет как в начале отношений мне кажется знаете как это сохраняется когда люди некоторое время находятся в розе вот я думаю потому что кости когда уезжал на соревнования я помню когда он приезжал у меня было как будто все по новой да а сейчас мы двадцать четыре на семь месте да то есть мы к друг другу уже привыкли нет такого волнения то есть если нам может на недельку хотя бы я заскучаю где-то разъехаться то будет тоже надо то есть это все дело привычки так вкусно было кость я объелся если честно вот еще макарошки эти можно поесть а вот картошку уже не хочется блин что-то много с бульончиком прям очень вкусно вот чай попью чай кстати тоже вкусный с бергамотом чай новый взяли да вообще обожаю чай с бергамотом у нас до этого все ягодные были я ягодные брала чтоб мы скучили да они приедаются вкус да очень блин кошки у нас сладко спят как ни странно мясо не просили да уже уснули не как в прошлом видео за курицей охотились ну за наггицами я очень наелась было очень вкусно честно вам скажу кто не готовил это блюдо попробуйте приготовьте это очень просто ну да ну по времени просто занимает время а так достаточно просто тут ничего такого и нету просто ждать пока приготовится мясо картошка все остальное видела кто-то еще с курицей готовит но мне кажется с говядиной вкуснее всего получается курица такая по себе суховатая пишите что приготовить в следующем ролике не забывайте поставить лайк нам будет очень приятно всем пока до новых встреч ну в и 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